Привет! Я на своем блоговом канале решила открыть рубрику «Нам всякий случай». Почему я решила ее открыть? В нашей семье произошло несчастье. Оно было не сейчас, не в этом месте. Оно было довольно-таки давно, но все-таки оно было. Произошло это так. Был ожог. Был ожог кипятком. И как бы я не знала, что делать, потому что в моей семье никогда такого не было. Это вот у нас произошло первый раз в жизни. Надеюсь, больше никогда не повторится. Я не знала, что делать. Первым делом, что я сделала, то, что я знала, это снять быстро постараться одежду там, где был ожог. У нас был ожог на руки. И окунуть руку в холодную воду. Это все, что я могла сделать. Лекарств у меня дома не было, никаких от ожогов. Был только бипантел. Я вам покажу его. Он у меня сейчас закончился. Ну, я его сохранила, чтобы отснять вам эту рубрику. Бипантел крем для наружного применения. Он применяется от ожогов, от солнечных, трещин и сухости. В общем-то, он нам помог. Потом быстренько мы побежали в аптеку, начали спрашивать у вас далее. Посоветовали купить Эплан. Вот такой вот Эплан в жидком виде. Он стоит 114 рублей. Ну, в наших аптеках не знаю, как где. Он такой вот жидкий. Его нужно было нанести на стерильную салфетку, которую мы тоже приобрели. Прямо наносите на стерильную салфетку. Открываете, наносите. На него он такой жидкий. И кладете на поврежденную кожу. И мы как мы делали? Подержали. И потом купили также бинт, который у нас стоит 30 рублей. Тоже стерильный. И сделали такую повязку. Бинтом прибинтовали. После этого мы поехали в больницу, чтобы нам посмотрели и сказали, что мы сделали не так, чтобы как бы себя обезопасить. И вообще нам сообщили, что за ожог, какой стиль. Нам сказали, что не такой страшный и что мы сделали все правильно. Нам там сказали обязательно приобрести вот такой вот олозоль. Это аэрозоль. Он сделан на обрепиховом масле. Все натуральное. Его можно использовать и беременным женщинам, и которые кормящие мамочки. Стоит он 280 рублей. Его также наносите прямо на стерильную салфетку. Его нужно обязательно заболтать и хранить его в холодильнике, чтобы он был холодный. Он вот такой вот как пена. Ну как для бритья. Такая вот пена. Я не буду ее сильно выдавливать. Вот такая вот пена. Давай фокусируйся. Вот такая, в общем-то, пена. Ее надо наносить обильно, но в зависимости какая у вас рана. Также на стерильную салфетку вы наносите, кладете на рану. И если у вас на руке ожог, то вы также делаете бинтом. Если у вас где-то на груди, под подмышкой, то вам нужно будет приобрести еще вот такие маски. Они тоже стерильные. Они есть по размерам. В нашем случае 25 сантиметров на 10 сантиметров. Длина 25, ширина 10 сантиметров. Они есть маленькие, большие. Стоят они... К сожалению, у меня нет цены. Не написано, какова цена. Ну, в общем, они все по-разному, в зависимости от длины салфетки. Вот. Это вы делаете первое время. Вот эту повязку меняется через день. Дальше. Мы столкнулись с тем, что наша рана, когда стала заживать, она стала присыхать вот к этим ко всем средствам. Вот к этому аэрозолю и к жидкому и плану. И когда обдирали нашу стерильную повязку с ожога, получалось, что была кровь. И была сильная кровь, то есть мы нашу болячку, которая зажившая, опять обрывали, и текла кровь, и все заново. Через какое-то время мы пришли на перевязку. Нам сделали опять то же самое, и опять сорвали повязку, и прямо в больнице сильно пошла кровь. Естественно, мы все расстроились, мы понимали, что что-то не так. Нам кажется, что так не должно быть. Мы очень долго думали, что нам делать. Во-первых, это больно, потому что это болячка, это обдирается болячка, это больно. Я начала смотреть в интернете, знаю, что перекисью ни в коем случае нельзя, потому что это будет щипать, драть. И я посмотрела в интернете снимать болячку, ой, снимать повязку. Да, кстати, мочить тоже нельзя, ожоговую рану. Вот. И поэтому я не знала, что делать, как поступить, чтобы как можно меньше делать дискомфорт самому повреждению болячки, ожогу, и не срывать ее. И я прорыла весь интернет. И нашла вот такой вот совет, хлоргектидин. Это типа как перекись, только она не бурлит, не шипит, не делает, она не щипет. Абсолютно безвредная. Стоит она 15 рублей. Вот у меня немножко постерлась, но 15 рублей. Такая баночка. И как мы ее делали? У нас было два места ожога. Это была ручка и вот это вот место. Здесь вот эта вот наклейка одирается очень легко. Еще на руке у нас была, как я вам говорила, повязка. И бинтом мы перемазывали. Мы прям как делали. Мы прям на этот бинт наливали этот хлоргексидин, не жалея, прям много, чтобы у нас отклеилась от раны вот эта кровь, вот эта болячка, чтобы мы опять ее не содрали. И вот так вот мы снимали потихонечку. Потом, когда мы уже видим, что заживает уже у нас все, мы купили то же самое Эплан, но только в креме. Крем Эплан. И наносили его. И через недели две у нас все зажило. Сейчас остались небольшие пятнышки, но так как у нас ожог был, как нам сказал врач, не страшный, мы все сделали правильно, все сделали вовремя, не затянули. Так что это было у нас все хорошо. В общем-то нам помогли эти средства. Вот такой вот совет, думаю, вам помогло. Сейчас я вам еще раз покажу, что вам нужно обязательно. приобрести, если, не дай бог, у вас произойдет такое несчастье, как ожог. Итак, вам нужно будут стерильные салфетки, вам нужно будет обязательно винт, вам нужно будет приобрести, ну, в зависимости, конечно, от вашего размера ожогов и где оно находится. Это повязка пластырного типа, вот такого плана, по размеру выбираете сами. Дальше, первый случай, если ожог не особо большой, и если вы не знаете, чем мазать, и перестрахуйтесь, лучше купите вот такой гипантел. Он, кстати, продается аналог подешевле, но лучше покупать его, он всегда пригодится. Потом в аптеках Эплан в креме и вот в таком вот виде. Кстати, этот Эплан можно мазать и детям от года. Потом вам нужно будет купить о-ла-золь, вот такой вот. Его храните в холодильнике. И обязательно купите хлоргексидин. Вот такой вот штучка вам обязательно нужна, потому что ожог будет засыхать, и когда вы будете обрывать повязку, будете срывать. Ну вот и все. Надеюсь, вам понравилось, и я буду снимать всякие разные советики, которые сами будем мы на себе пробовать и вам рассказывать. И будем рассказывать, помогло, не помогло. В общем, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.